Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях в студии здесь, в Москве, Юрий Кириллович Сипко. Юрий Кириллович, приветствую вас. Приветствую вас, Святой Отец. И, ну, давайте без всяких опустим все, что можно опустить. Знаете, какую тему хотел бы предложить сегодня вам? Почему гонимые становятся гонителями? Это в истории христианской церкви повторяется раз за разом, раз за разом. Хочется, знаете, о чем поговорить? В советское время церкви были гонимы. Сегодня власть поманила немножко пряничком, и многие наши лидеры поплыли, потекли. Гнать стали, не говори, молчи, не вмешивайся, не суди, политику не лезь, а на грязное дело. Христианам нечего делать, ну, если политики. А где христианам есть место? Бизнес не лезь, политику не лезь, никуда не лезь. Гробик купить и уже на кладбище где-то подъехать и ждать. Что вы думаете? Я думаю, что это огромный ущерб нашей нравственности, вот если говорить о опыте нашей советской истории, и теперешней российской истории, где отсутствовало то, что мы называем человеческим достоинством, сознанием себя, образе и подобие Божьим. Апостол Павел пишет письмо Коринфянам, говорит, муж, есть образ и слава Божия. Пишет письмо к Ефесянам, говорит, Бог в церкви поставил апостолами, пастолами, учителями. Он показывает главенство Бога, реальное присутствие Его в земной жизни людей. И Христос ведь, когда как Бог пришел во плоти человеческой, явил именно это. У нас это выхолощено абсолютно. И это, наверное, самая большая проблема. В нашем религиозном сознании по-настоящему нет личных отношений с Богом. Нас сильно много душили, давили. Над нами всегда висел этот вот домоклов меч этого государства. В царском режиме ли это, в постсоветском, это вообще сталинская история. Но она же формировала мировоззрение. Всякое злодейство, оно производит реакцию. Задушили родителей, дети уже приспосабливаются. Задушили детей, их дети приспосабливаются. В нескольких поколений мы теряли то самое право голоса, которое готово было пойти на крест, оставаясь верным, преданным правде. И вот когда наступил период слома этого режима советского, когда власти, тогда я помню этот период, растерянные абсолютно чиновники. Горбачев ведь объявил демократию, убил выборы. Директора завода выбираем, начальника райисполкома выбираем, губернатора выбираем. И люди почувствовали в себе эту возможность. А самое главное, эти чиновники почувствовали нужду, чтобы их выбрали. Конкуренция возникла. И к нам приходили в церковную награду чиновники и говорили, мы же вам там помогли, а мы вам тут поможем. Выберите нас, выберите меня. Возникает такое искушение, что я начинаю управлять этим процессом. У меня возникает такая вот картинка успеха. И если я этого выбираю, он становится начальником. Я с ним близко, я с ним рядом, я получаю уже карт-бланш. Вот вы в точку говорите. Знаете почему? Потому что уже много раз слышал, что мы должны влиять, влиять, влиять. В нашей среде все это. Но влияли. Я помню, что это было мне даже неловко. И до сих пор я вспоминаю некоторые чувства вины. Действительно, председатель райисполковного, немало потрудившийся в том, или, по крайней мере, приложивший свою руку в том, чтобы дом молитвы, который был в 1935 году отобранный в Омск, он вернулся в распоряжение общины. Обл.исполковный решение принял, но там РОВД. Милицию не выгонишь. Представьте себе, и мы год ходим его, вот такое дело, решение есть, исполняйте. В конце концов, они нашли вариант, он мне признается потом, милицию переселили в какую-то времянку, и сказали им, что вот тут мы им сделаем, построим, и они войдут сюда. Ну, типа, значит, они, может быть, такой лукавый ход сделали, чтобы освободить нам это здание. И вот теперь он приходит и говорит, позволь, а у вас община, тысяча человек. Позволь, я выступлю и расскажу, чтобы меня выбрали, чтобы на голосование за меня голосовали. Я говорю, мы не занимаемся политикой. И я ему не позволил. И я не допустил. Это я говорю, что сейчас у меня это чувство, что вот, может быть, позволило и было бы какая-нибудь тоже, какой-то польза от этого. Но на самом деле это тот самый искушение, тот рубеж, где мы переступаем и теряем свою именно связь с Богом, религиозную свободу, духовную свободу. Когда мы уважаем, когда мы не становимся частью политической системы, а мы на эту политическую систему влияем чем? Правдой Божией, своей независимостью, своей преданностью небесным идеалам. Мы их разменяли. Как только вступили в сделку, так мы их разменяли. Так мы стали служить уже теперь не Богу святому, а стали служить власти светской. Вот когда эти люди, наши братья, служители, епископы и прочие, когда они вошли вот в эту сделку, они потеряли свою свободу. Почему они становятся теперь на сторону власти и гонят своих же? Ты об этом не говори, это вот так будет какими-то нехорошими делами отображаться. Они своих людей притесняют, те, которые сейчас борются за правду и говорят, возвышая свой голос, как это так? Того же возьми епископа у вас Матюжова там на Кемеровской земле. Возьмите даже наших свидетелей Иеговы. Возьмите те церкви или репцентры, которые разрушены властью светской. Услышьте где-то одного епископа, который встал бы и сказал, что это делается в нашем государстве. Боятся? За своих не заступаются. Священники не заступаются за своих. В общественную палату залезли и сидят спокойненько. Мы теперь самые приближенные к этому императору. А своих же душат. Своих притесняют. Своих унижают. Дома молитвы отбирают. В Орле отобранной или в Калуге там, понимаешь, церковь находится в палатке. Представьте себе, да? И таких историй море. А епископ сидит около президента. Он такой довольный, он такой приближенный к власти. А на крест не готов зайти? Не готов. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему это случается? Случается именно потому, что дьявол говорит, а поклонись мне. И я тебе эти царства дам. Я тебе эти царства дам. И это та же самая сделка. Вот это вот выполни, и я тебе эти царства дам. Я помню эти походы в эти государственные учреждения. Там очень такие открытые буквально приманки. И устоять, и остаться свободным непросто. Сильно голова кружилась. Сильно голова кружилась. Сильно. Вы знаете, вот этот момент, когда тебе кажется, что вот сейчас вот это сделать, тут никакого нет ни предательства, ни измены Евангелию. Потому, что ты, и вдруг, когда ты отходишь, вот так вот тут, отходишь в стороночку, чуть-чуть только, опять Господу отдал свое сердце, и вдруг ты понимаешь, если только принял эти условия, ты уже не судьбой. Будешь должен. Ты уже в этой системе включен. Это даже происходит внутри, в сознании, где-то такая происходит подмена. Когда ты сюда приходишь, как будто христианин, у тебя ясно есть представление, что ты отстаиваешь интересы церкви, интересы веры, интересы христиан, отстаиваешь. Попадаешь в этот кабинет, и вдруг эти интересы как-то размываются, они как-то так теряются. И уже интересы этих чиновников, интересы государства, вот эти лукавые интересы власти, они становятся будто бы важными, ценными, чуть ли даже не почти что созвучные с евангельскими интересами. Ну, у них, знаете, даже, я заметил, даже риторика меняется. И однажды мы сидели, тоже разговаривали с кем-то из наших братьев. Братьев. Такое привычное слово в нашей среде. Чай пили, ну, там важная встреча была. И вдруг поднимается человек, говорит, ну, все, коллеги, у меня время закончилось. У меня другая встреча. И я таким оплемным все почувствовал. Я уже не брат, я коллега. Коллега почему? По какому цеху? По какому бизнесу? Мы уже коллегами стали. И словарь меняется. Все меняется. Это я вот так признаюсь, что Бог меня помиловал, но я видел. Но вы же долго возглавляли союз. Все процессы происходили. Этот совет при президенте, этот совет в Думе, вот эти консультативные разного рода встречи с чиновниками, как люди духовные, люди духовные, которые должны нести свет вот в этот как раз аппарат и власти. Они становились там такими молчащими, такими, знаете, исполняющими забросы власти. Я помню, это последнее, наверное, мое участие в Министерстве юстиции был предложен закон о миссионерской деятельности, который потом вот через этот закон Яровой вставили. А тогда этот вариант, и вот они собрались, представляете, там православные, там мусульмане, там иудеи, там, значит, евангельские христиане, там, и мне пришлось сидеть. И они вот этот закон подсунули, я считаю, это то же самое, вот справку надо иметь, разрешение надо иметь. Я считаю, думаю, так это что за террор предлагается здесь? Но все, которых он опрашивает, министр юстиции, там Дворкин, наверное, был рядом с ним одним из таких экспертов, они все говорят, ну, нормально и правильно, должно государство контролировать. Должно государство контролировать эти вопросы, а то типа подрелигиозным, так сказать, миссионерам войдет какой-нибудь там злоумышленник из страны, разрушит. И я говорю, ребята, вот вы как представляете свое государство и гражданам свое государство? Вот гражданин, ну что, не способен различать добро и зло? Гражданин не может различить правду и неправду? Вы своим законом что хотите сказать? Что у граждан нет сознания, нет образования, нет чувства достоинства? Что какой-то миссионер, если вы его не контролировали, если вы там не написали справку, если вы ему не дали, что это гражданин сразу попадет в чужие сети? Позвольте гражданам самим определяться. Страшно. Страшно, они этого не могут сделать. Но самое главное страшное, что все религиозные лидеры, которые там сидели, они принимают на ура вот эту идеологию. Типа государство, конечно, оно имеет право, конечно, надо, государство должно знать. Государство ничего не должно знать. Государство должно обеспечить равенство всех граждан вот этой страны, условия для развития эмоционального, религиозного, духовного, бизнес-условия. Вот оно должно что обеспечивать? Оно контролирует, контролирует, и оказывается, оно контролирует мое мышление, религиозное, идеологическое, оно контролирует. И вот эти все структуры созданы. И религиозные лидеры включаются. Включаются, их включили уже. И вот они включаются, сознательно берут на себя, говорят, да, хорошо, мы будем следить. Мы будем следить. И они требуют, внутри организаций своих союзов, они требуют соблюдения этих политических норм, которые, конечно, ущемляют веру. Даже самим фактом своего присутствия они ущемляют веру. Потому что я молюсь моему Богу и все время должен думать, а не нарушаю ли я этот государственный закон. Я разговариваю с Богом, а сам думаю, моя чиновничья структура не обидится, а там ФСБшники ко мне не пристянутся. А вот эти вот не придут ли ко мне, понимаете, эта моя вера в Бога становится такой порочной, бесплодной. И не верой в Бога, а верой в эту чиновничью рать. Юрий Кириллович, но ни для кого не секрет, что вас и убрали из Совета при президенте, по религиозным, по всем вот этим вещам, за вашу позицию, за ваши слова. Было дело, да. И знаете, я понимаю так, что это же было вот и не без ведома наших братьев, которые радовались, духовные лидеры. Ну да, они. Что говаруна-то убрали, который правду матку и теперь легче голосовать. Они же тоже испытывали неудобство, потому что, когда я говорил поперек такого привычного поклона, они чувствовали неудобство. Они говорят вот так, в унисон желанием власти, а я возьму и ляпну что-то поперек, и тогда это создает дискомфорт у них, потому что они перед властью хотят получить дивиденды. Они думают, что от власти зависит благодать. Ну, вот опять же, опять к теме, да, гонимые и стали гонителями. Вот все же были религии гонимые, да? Чуть свободы, чуть ввели в комитеты, чуть ввели в президентские и разные другие советы. Это страшное откровение. И с радостью погнали того, кто начал говорить. Это страшное откровение. Конечно, проблема это не только нашего Советского Союза, Россия нынешняя. Это проблема вот примерно то же самое происходило в Иудее, когда Христа распинали. И вот тогда священники у Пилата просили, распни его. По нашему закону мы не имеем права принимать, а ты вот прими. А он говорит, а я вины-то в нем никакой не нахожу. Ты распни его. Почему? Он конкурент. И там же он прямо говорит, он знал, что они предали его из зависти. И вот эта вот власть создает эту конкуренцию, создает эту борьбу, создает эту иллюзию, что если вы вот здесь так поступите, мы вам дадим. А если так не поступите, мы вам не дадим. И у братьев есть это представление, что будто бы действительно у власти есть эти ключики, и они распоряжаются благодатью. Хотя на самом деле Господь сказал, мне дана всякая власть и на небе и на земле. Вы мою исполняете волю, а мы предали. Мы предали Христа. Мы стали испрашивать волю чиновника, государя. И стали уже прислуживать этому государю. И когда он вот именно так строит свою политику, мы, покоряясь его воле, вот то, что вы сказали, становимся гонителями. На своих же братьев. Вместо того, чтобы вставать и в защиту наших братьев, я высказываюсь, конечно, в больший адрес православия, поскольку у них мощь есть и могущество. Но как же вы так, верующие христиане, не становитесь защитниками страдальцев за веру, гонимых за веру, протестантов ли, эговистов ли там, какого бы то ни было. Ну, откровенно говоря, Юрий Кириллович, и наши-то никто голос не поднимает. Наши не поднимают. Я еще им даю снисхождение. В каком смысле? Что, ну, немощь это, ну, на такой степени ничтожно, что у них нет никакого вообще влияния ни на уровне каких-то субъектов федерации, ни тем более на всей федерации. Нет. Нет. Тот же самый Риховский, который в Совете при президенте и в общественной палате, он понимает, пикни, то же самое, ему дверь откроют и скажут, пошел вон. Пошел вон. Потому что рядом стоят другие, которые хотели бы туда войти, только ради того, чтобы у них будет лычка, это самое, он член общественной палате или он член Совета при президенте. Я всегда понимал, что я в Совет при президенте захожу с чем? Чтобы интересы церкви отстаивать. Чтобы говорить законодателям, если законодателям, или исполнительной власти, если исполнительной власти, так нельзя поступать. Это же граждане наши. Это наши граждане, они платят налоги, они не нарушают законы, они веруют в Бог вот так, как им Бог открыл. Какое вы имеете право вторгаться в то, чего вы не знаете? Религия, церковь отделена от государства. Нет, они диктуют все. Как спать ложиться, как на коленки вставать, какую делать иконку или не делать иконку. Это же безбожная власть делает, а ей нет права этого делать. И я, как туда входящий верующий человек, я защищаю интересы веры. У нас, у баптистов, свобода совести для всех. Это принцип основополагающий. Поэтому мы защищаем адвентистов ли это или говистов. Мы говорим, это его право. Больше никто не говорит этого. Никто больше не говорит этого. Но получается, у нас сейчас вообще нет никакого представительства. Вот мы сейчас на переломе, ну как бы, я не знаю, в обществе назрело. Я почему слежу за событиями, которые здесь, в Москве, происходят. Лидеры религиозной расы встретились с Гузулами. Столько критики от людей. Что вы там делали? Хоть бы вопросы какие-то решали. Хоть бы людей защищали. То есть, у простого народа, ну скажем так, у глубинного народа, у наших простых верующих людей, уже тоже назрело ожидание, что должен кто-то быть у нас. Конечно. Должны быть представители. Не просто, чтобы пойти пофоткаться. Там чай попить, бетерброды. Но это опять все равно, это та же самая некрасно воспетая картина. Барин приедет, барин нас рассудит. Все происходит на самом деле в верховных эшелонах власти. Вот такой диктат, вот такая безответственность. Почему? Потому что на местах, в самых деревнях, в районных центрах и областных городах, вот эта модель, там где-то в Кремле есть власть. А мы что? А мы бесправны, мы ничего не можем делать. Вот если на местах люди будут себя, свою свободу, свои права отстаивать, даже ценой жертвы, даже вот так, как Навальный, готов в тюрьму, готов с новичком. Но я правду развещаю. Я ничего плохого не сделал. Никому. Вот если мы действительно веруем в эту правду, если мы действительно готовы со Христом, там, где мы находимся, в деревне или в городе, отстаивать себя, как христианина, даже если он говорит, Павел, я и жизни своей не ищажу. У нас же потеряно это. У нас же это потеряно. Христианство стало таким предатком, ну, на всякий случай. На всякий случай. А так-то главное, вот начальник цеха, и вот тот, который мне дает пенсию. В церкви тоже вертикаль-то выстроили, жестко. Ну, а церкви, просто эту же идею государственного давления, и государственные монополии в церкви через этих поставленных служителей внедряют. И когда люди страдают от таких вещей, раздетые, разутые, бесправные, понимаете, вот этот стыд и позор, когда человек заболел, и он не знает, что делать, он по всему миру собирает, киньте копеечки, мне нужно операцию сделать. А государство в это время делает бомбы, покупает разного рода шпионов, растрачивает миллиарды рублей на эту популистскую свою какую-то программу, телевидение, газеты, шпионов разного рода. Ради чего? А люди умирают сегодня в нашей среде. Детишки с этими болезнями неизлечимыми. И не стыдно никому. Но, знаете, вот эта жесткая вертикаль, она разрушительная, это однозначно. Но вот я заметил, я просматривал сейчас, ну, постоянно слежу, у нас новый губернатор, очень интересный человек, но он тоже приехал из Мальникового города, из Обнинска. Вот, и недавно он сейчас посты выставляет про местное самоуправление. Как в Калужской области, вот президент сказал, и он показывает, как бы, якобы у нас есть вот это место. Отношения с народом выстраивает. Да, да, но это же полностью разрушено. Может быть, у них тоже сейчас вот в государстве, ну, созревают они до момента, что все уже настолько науправлялись, что уже неким управлять-то. Ну, знаете, как я понимаю, что скамейки запасных вообще ни у кого нет, ни у одного губернатора, чтобы людей на места поставить. Не Лизоблюдов, а настоящих. А губернатор, он никакой власти не обладает. У него же единственный, это чиновник Кремлевский, перед которым он должен отчитываться и красиво выглядеть. Ну, с другой стороны, он и должен говорить тоже, что вот президент сказал, местное самоуправление, давайте развивать. Президент ему много чего говорил, но лучше посмотреть, что он делал. Ну, делать должен губернатор. Да, но если губернатор не... Ну, вы понимаете, вот президент одним махом, да, подписал закон. Какой закон? Все налоги вашей губернии идут в Москву. А после этого вы приезжаете, ваш губернатор должен приезжать в Минюз, там, разного рода в министерство, чтобы выпросить там какие-то дивиденды себе на образование, на медицину, на строительство дорог, на ремонт фасадов, на содержание пенсионеров. Он все выпрашивает. Это же, понимаете, когда это сделано одним розчерком пера, теперь он спрашивает, у вас же там самоуправление. А что самоуправление без денег? Оно начинает единственное, что делать, воровать. Хоть где-нибудь. Потому что, когда самоуправление настоящее, это значит, что вот в этом городе, возьмите, я вот наблюдаю простые вещи, садоводческое хозяйство там, или как оно называется там, наши дачки эти советские, они там живут, там 30, 40, 100 там этих садовых участков, они там сверхвозможного собирают денежки, строят забор, дорогу, электричество, газ проводят, если хотят. Они все обеспечивают. Вот это самоуправление. Я смотрю на наши города и поселки. Стоит там, понимаешь, 20 этажей дом, там, понимаешь, 200-300 квартир. Что у них нет ресурсов, чтобы вот всю придомовую территорию благоустроить, сделать ее для жителей, для детей здесь находящихся возделанной, удобной, чтобы фасады были отремонтированы, лестничные клетки отремонтированы. Денег не хватает? Хватает. Ну, не все. А куда они уходят? А какое самоуправление? Контролировать не можешь? Планировать не можешь? Бюджет формировать не можешь? Назначить даже вот этого самого главу города не можешь? Посмотрите, сколько их посадили, глав города, которых выбрали, а они не в единой России. Ну, и губернаторов сажают. И губернаторов сажают. Вот сейчас статистику подводят, едва ли не 30 губернаторов уже прошли через эту репрессивную систему. Возьмите любое производство, любой городок. Вы сядете, вы глава администрации, рядом сядет ФСБшник. Ну, так и есть. ФСБшник. Вы будете это вот планировать, вы будете стратегически ставить программы, но ФСБшник будет контролировать. И во всяком вашем движении у него мозги так заточены. У него не заточены мозги, помочь вам, чтобы продвинуть и поднять регион. У него мозги заточены, найти у вас ошибку и вас к стенке. Также работает МВД, также работают репрессивные органы, которые относятся вот к этой президентской администрации. Они сидят как насмотрщики. Ошибочка? Давай сюда. У них в зачет палочка пошла. Сработали. Когда будет по-настоящему местное самоуправление, тогда ФСБшник тут будет приходить и спрашивать, и просить помощи. А сейчас он хозяин. Сейчас он хозяин. Они посылают церковную организацию. Люди молятся там. А он приходит там, слушает молитвы, смотрит на занавески, и говорит, о, так у вас тут не повешена табличка, что это у вас за организация. И все государство так. Я нынче ездил по дороге нашей Дон. Брат ты мой. Война на улице. Слушай, я уж не говорю про то, что все мосты оборудованы громкоговорителями. Вот сейчас даже по всему Россию это акция проверка громкой связи, понимаешь, по Москве, по Кольцевой тоже повешены громкоговорители. Там под мостами, под мостами на опорах возведены эти колючки. Такие, я не знаю, как сейчас это называется. Тенетом Карбышево назывались во время войны. Сейчас как-то иначе, потому что там такие режущие острые элементы внедряются. И все опоры, они вот этой колючкой обматаны. Война на улице, война в мозгах, понимаешь? Понимаю, Юрий Кириллович. У нас сейчас была большая пасторская встреча в Сочи. Прилетел в аэропорт, ну и поехали, там где-то в Адлере это было. Едем через весь город. Я первый раз в Сочи. Ну, такси взяли, чтобы доехать до гостиницы, где у нас встреча большая. Еду. Все эти мосты, вот о чем вы говорите, все территории вдоль дороги этой, все колючкой опоры. Я с водителем еду, спрашиваю, я говорю, слушай, что у вас тут, война что ли? Война, да, да. У вас все в колючной полуке. Я говорю, что тут, зэки сбегают или что? Или что вы не сбежали что ли? Вот, прям как с языка сняли. Увидел, я в шоке был. Из такси, вот мой взгляд. Все в колючках, все угорожено. Глава администрации, самовыправление. Нет, когда одноклеточное создание верховной власти, когда он уже 20 лет вот такую насаждает модель, модель, это значит, мы находимся в окружении врагов. Это вот самое главное. Если мы в окружении врагов, значит, мы все время в опасности, и у нас все время мобилизационная готовность должна быть. Поэтому мы вот так колючей проволокой обтягиваем субъекты, объекты, дороги. Ты понимаешь, это мышление такое. Это мышление предполагает, что у нас вокруг шпионы. Поэтому у нас дети то новое величие, то старое величие. В тюрьму идут дети. Они вот так вот сели, пофантазировали, как Гайдар, которых мы книжки читали, которые мы видели, что кругом шпионы, кругом враги. Они эту игру поиграли, а теперь в тюрьме сидят. Теперь в тюрьме сидят. И у них, у этих ребят, у ФСБшников, у них не хватает даже совести. Они придумывают, что они тут шпионов поналовили кучу, террористов поналовили кучу. Покажите хоть одного. Покажите хоть одного, чтобы действительно был успех. Ученых людей с известными винами в тюрьмы гонят. Придумывают на них всякую разную уголовщину и в тюрьму, и в тюрьму. Вот она, главная власть. А какой мы можем внутри это или в гнезах сделать какое-то изменение? Люди в страхе. Люди в страхе. У них нет никакой надежды на развитие. Зависимость абсолютная. Зависимость абсолютная. Пенсионер счастлив, что ему пенсию платят. Все. Все. Его жизненные ценности ограничились этим кругом. Ну, вот одна клетка и есть. Вот одна клетка, да. Так работник, он то же самое, получает денежку, чтобы едва свести концы с концами. Рассчитался там за отопление, за канализацию, понимаешь, и думает, ну, на лекарство в этот раз не куплю, хотя бы тут хлеба можно было. Какая там квартира, какая ипотека? Какие перспективы там? Отдых сделать, туристический, детей повезти на какие-то новые просторы. Где это все? И опять же, вот эти же люди с одноклеточным сознанием так же ненавидят того же Навального, чтобы он в долг расстрелять его надо. Вот сейчас много, вот Владимир повезли, я сейчас смотрел интервью, на улицах просто берут. И эти же люди, которые не находят денег ни на что, полны ненависти. Ну, они же ведь питаются вот этой вот ложью, которая с экранов день и ночь, день и ночь льется. Я вот, когда бывает, мелькнет это, ужасная такая вот, ну, просто ненависть постоянно. Это же разжигание ненависти. Ну, поэтому молодежь все больше и больше уходит в интернет. И она оттуда льется дневные ночи. Я себе представлю людей, которые в этот экран смотрят. А чем они питаются? И какая у них будет реальность? До сих пор много, но не так уже большинство в интернет уходит. Уходит в интернет, конечно, но это вот к тому, что вы сказали, что ненавидят Навального. Это то же самое, новичком готовы его травить. Это испорченная душа. Душа отравленная. Душа отравленная. Дай Бог нам остаться светом. Дорогие друзья, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Злят с небесный». Мы хотим прикладывать все силы, приглашать самых лучших, самых добрых, самых сердечных, самых верующих людей на канал, для того, чтобы менять наш, для того, чтобы эта одна клеточка наделилась, умножалась, чтобы наше сознание, наше мышление пробудилось, чтобы наша страна изменилась, чтобы мы не боялись, перестали бояться, предлагали что-то, работали на благо церкви, страны, на благо наших людей. Спасибо, Юрий Кириллович. Не все там безнадежно, конечно. Пока есть свет в этой стране. Христос не покинул Россию. Если мы веруем в Бога, то надежда у нас, она абсолютно не поврежденная ничем. Наши отцы прошли через лагеря, апостолы были обезглавлены, распиты были, а Евангелие осталось жить. Империя Римская рухнула, империи многое рухнули, а Евангелие живо. Советская империя, уж как она не была такая мощная, весь мир насилием и разрушим до основания. Но разрушилась эта империя в прах. Не к тому, чтобы мы злорадствовали над этим тепелищем, а к тому, чтобы мы понимали, есть вечные ценности, это Христос. Есть ценности временные, это бомбы, это вот эта драчка за кабинеты, это обман вот этой пропаганды, это дьявольская стратегия. А стратегия Христа – любите, любите. Бог так любил мир, что отдал своего единородного Сына. И когда мы к этому прислоняемся, приближаемся, вот этот Бог, эта любовь, конечно, расцветает земля перед нами, расцветает перед нами земля. Спасибо, Юрий Кириллович. Спасибо. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова